Итак, всем привет, друзья! С вами снова я, Зазепа, и это модификация Сталкер Призраки Прошлого. Довольно-таки интересная модификация. Пойду. Пойду уже даже знаю, на каком уровне сложности. Мастере. Подсмотрел её на одном канальчике. Довольно-таки интересная модификация, посвящена празднику 9 мая. В принципе, да, уже 9 мая прошло, уже сегодня у нас 21 число. Всё равно, знаете, интересно поиграть. Знаете, что ещё больше в ней привлекло? То, что модификация, она, знаете, такая хардкорная. То есть, буквально, как я люблю, там, 1-2 пули, и тебя уже буквально нету. С противником, конечно же, аналогично. Этот хардкор меня, в принципе, всегда и привлекал в модификациях Сталкера, и я думаю, что... Я её пройду. Не думаю, что она затянется у меня больше, чем на 2 или 3 серии, потому что она короткая модификация сама по себе. Я даже её полностью на Ютьюбе, там, пацана, не смотрел. Сейчас заинтересовался буквально с первых 20 минут посмотра видео. Давайте нажмём клавишу, посмотрим катсценку. Я сам даже не видел, вот я пропустил. О, это, ещё на Гмандии. Бабушка много про него рассказывала, и интересно так. Всё детство мечтал, что вдруг он найдётся, придёт домой после стольких лет. Как бы все обрадовались. Потом уже понял, что надеяться было бессмысленно, и решил сам его найти. Точнее, где он похоронен, но попытки были тщетные. А вот недавно, по связям, в военном архиве удалось достать бумажонку, интересно. А, это мы пропустим, потому что, походу, игры сами всё знаете. Ну, вот так расскажу вкратце. Сейчас будем искать нашего деда, где он тут похоронен. Короче, его эти связи привели именно на зону, он хочет найти могилу дела. Типа, вот там группа пропала, так ему интересно разобраться. К главному герою он военный. Пацаны, расслабьте булки. Все свои. Так, нам, посмотрите, что у нас везде. Так. Нет, давай сразу. ТС-74М, короче. Даже не пишет какой-то калибр. Слушайте, как калибр 5-45-39. Здесь не пишет какой-то калибр. Просто УП. Так, что ты так долго затверила дело? Хотя, не важно. Вот и пришли. Что-то мутанты расплодились в последнее время, еле ввались. Даже побазарили толком. Давай хоть сейчас поговорим, что ли. По мне-то ты много слышал уже. Скажи о себе. Я сразу понял, человек-то интересный. Да, хватит интересного. Как видишь, военный я, причем в третьем поколении. Мой отец, дед, все военные. Дед, кстати, великого отечественного воевала. Командиром разведотряда был. Отец в Афгане. И теперь я, как видишь, здесь потихоньку. Идеть, семейка у тебя. Что в зону привело вояки? Тут редкость. Да, собственно, из-за деда ты и пришел. В смысле, он тут при чем? Тоже здесь, что ли? Можно сказать и так. Мой дед в войну пропал и не вернулся. Бабушка много про него рассказывала. И интересно так. Все детство мечтал, что он найдется. Идет домой после стольких лет. Как бы все обрадовались. Потом уж понял, что надеяться было бессмысленно. И решил сам его найти. Точнее, где он похоронил хотя бы. Попытки были тщетные. А вот года два назад по связям в военном архиве удалось достать бумажонку интересную. В последний раз отряд дедовский послан на Украину в районную ригу. Ну дела. То есть, где-то здесь похоронил. Слушай, что я вспомнил. Тут в Припяти во время войны что-то типа бунтера военного было. Потом уже, когда Припять устраивали на месте этого бунтера какого юбилейного строили. А сам бунтер застроили и в лабораторию переделали. А там, конечно, не было. Это неинтересно. Ты сходи, вдруг там, короче, что-нибудь будет интересно. Спасибо, дружище. Давай, бываем. Бунтера ответит на сигнал СОС. Так. Патронов у нас не то что бы много. Давайте взглянем, куда нам хоть идти тут на сигнал СОС. Да? Перейти на помощь. Ну, пойдемте, сходим. Атомат. Печиняйте. Нужно, не забывай, что мы играем на уровне сложности. Мастер. Что-то, кстати, карты нету. Что-то туда. Занем налево. Что, сходим, проверим. Я, в принципе, этой карте особо и не нуждаюсь. Говорят о дополнительных настройках. Мода нужно настраивать. Пофиксили. Потому что как-то пропадает. Еще я тут слышал, монстр любят выпрыгивать прям из-за углов. Их вообще не ждешь. Чуть дальше туда, по дороге. Вообще где-то тут. Шухих, пацаны. Рисовали нас. Ух ты, зверюка. Типа цапала нас. Глазом ударить, посмотреть, как там использование аптечек. Я уже просто не помню. Пригал голосовать, артефакты, консоль, пауза, вылазить. Ячейки, огонь, оружие. Использование аптечек. Где это? Слепой. Ладно. Будем по-каркогному. Так, шух, паны. Рисовал я вас всех. Что у нас, красавец? Собачек что-нибудь заблутать можно? Собачек, к сожалению, ничего не заблутаешь. Так, давайте попыша разведим. Боже. Не, я помню, там, по-моему, как-то на Х и, в смысле, на Х и, там, на мягкий знак. Что-то из этого аптечка, что-то из этого бинт. Нам же сейчас обратно возвращаться, да. Взять еще побочные квесты. Идти на помощь. Так я пришел уже на помощь. Чего не беда, сейчас ходим. Думаю, все это говно мы потом продадим. Берем пока волыну. И что, если бы пацаны, что ли, звали на помощь, я не пойму. Все-таки как красиво, когда на своете графики на максимум. Вообще сам мод по себе приятный, красивый. Такой план еще знаете. Так. Это где-то тут, короче. Под землей вообще. Пацанов мы там все залатали уже. В общем-то. Может где-то здесь, в здании. Давайте сходим в разведку. Что-то у меня ухо зачесалось. Ах, вы крыса. Я вам тут не помешал, нет? Да. Сколько у нас патронов? Патронов еще много. Это что, конебойные? С алмазным наконечником. Так, по-моему, патрон и делается из свинца, потому что когда он летит в цель, он в воздухе расплавляется. И нету смысла там мазного патрона. Это что-то как бронебойного. Блин. Совершенно другое действие. Нафиг я на этих тушканов охочусь, а? Даже ничего залатать нельзя. В подвале что у нас есть? Давайте на помощь. Давайте посмотрим. Письмо уже сделаем. Так. Давайте сохранимся на всякий пожар. От советского информбюро. Назовем один. Тихо. Бадла. А здесь, походу, тупить не надо. Здесь, походу, сразу вниз надо спускаться. От советского информбюро. Ну, ничего. Сейчас разберемся. Сейчас быренько все наладим. Все производство. Я пока минералочки хлебну. Вон. Успел. Где более-менее безопасно. А ящик лежит. В смысле, рюкзак. Да. Это. Ну, я помню. Это артефакт. Короче, он призывает... Души умерших. Я не команду. Подойдет. Да, мать вашу. Тормат я не потерял. Хорошо. Так, ну, вроде выбрались. Аптечек у нас одна штука осталась. Посмотрите, что за ПДА он мы нашли. Отображается. Вот. КПК погибшего сталкера. Жить мне осталось совсем недолго. Полжизнь гонял за этим артефактом. Но кто же знал, что именно он меня в могилу сведет. Сталкер, если ты откликнулся и пришел ко мне на помощь. Знаю, что не просто артефакт. Наспортсомен вызвать призрака прошлого. Хозяин артефакта, скорее всего, добуду я. Для этого необходимо спецбаталейки артефактов и прочее таков. И это угол обзора. Угол обзора мы меня сейчас не будем. И так на все неплохо смотрим. Пацанов мы залатали. Задание нам засчиталось. Поэтому пойдем сейчас обратно в прачечную. Кто-то будет стволы типа продавать. Аптечек закупиться. Вроде как доктор сидел. ППШ модернизированный. Словно с него повыше и темп огня повыше. Но точность повреждения пониже. В любом случае будем МК использовать. ПШ, ну разве что из-за большого магазина. Хорош. Милл М5. Чармейский бронежилет. Канашу нас сразу не убили. Помнится мне из оригинальных историй сталкеров. Я нас особо залюбливаю. Слушаю тебя. Так, Вервольф. Давай-ка знаешь что? Так. Приветствую, странник. Ты в прачечной единственном безопасном месте на территории Припяти. Здесь мы, сталкеры, основали свой лагерь. Совершаем вылазки в центр. Давай поподробнее расскажу тебе о внешних обитателях. То, что за руку сидит дядь Каяк. Но этого мы помним еще из оригинального колокола. Мужик добрый и веселый. К тому же еще и мастер на все руки. Так что если ствол починить надо, короче, бла-бла-бла. Лысый дед, беда. Че там, бормочишь, что-то это лысый. Бормочишь, это лысый. Беда у него приключилась. Поговори с ним, можешь помочь, чем сможешь. Как бы здешний центр модифицирования информации и торговец. В совместимости по вопросам ясно. Короче, ты информацию сделаешь. А то тому лысому, короче, нужна помощь. Всем привет, Вирвольф. Кажись, как дела в зоне? Как тебе сказать, сталкер? Это ведь зона, она зачастую обманчивая. Если сегодня тише до гладь, то это не значит, что так будет и завтра. Хотя на это надеется каждый сталкер. Вот оно как. Ну ладно. Как тебе за работу пришел? Есть что на примете? Сколько побочных крестов? Факты поиски. Кренты. Бандосы. Бандосы не лезут. Эта братва всегда нам нега действует. Недавно моего связного обчистили. Устроили себе лагерь в речном порту. И наших братьев сталкеров охотятся. Если они вдруг внезапно исчезнут, то никто не будет против. Я буду весьма признателен. Ну ты понял, о чем я. С тобой падут трое наших. Они... Ты кроет, удержишь? Так, ну мы сходим, в принципе, трое наших, трое ваших. Байка, ты знаешь что? Такая, ремонт-модификация. Ремонтируйте у меня костюмчик. То есть ремонт ваша. Короче, достаточно денег. Давай-ка я ему втюхаю что-нибудь. Хочешь это принимать? Есть какой-нибудь ящик для предметов. Должен же был... Денег поднакопим, если что, продадим. Там, починим немножко. Хочешь, все разглядели. Ничего из этого не надо. Так. Список заданий. Давайте-ка сталкера. Я вместе с вами хочу. Короче, они пошли туда, прям по дороге. И чтоб подождать уже, а? Такой-ка у них чешется, что ли. Со мной же надежней. Ребятки, подождите меня. У меня только одна аптечка, я забыл закупиться. А вот, пацаны. Блять, в костюмах такие все крутые. По-моему, он там, говорил, где-то у реки обосновались. Сюда решили пойти. Давайте, хлопцы. Я прям за вами. Угагой. Ушло. Пять. Пять сохранится. Надеюсь, там запись у тебя нормальная сейчас. Вроде как почти к лике пришли. Дети-пидагасы. Пацаны в розыскелетах, а я думаю, они знают, что делают. Так-ка я пойду за главным. Воу-воу. Смотри, блин, по-своему. Давайте поближе подойдем. Ты, блядь, пидор. Падла, блин. А, че-то я как-то... Нужно было по тому пацану работать. Да, подойти и занять позицию получше, то че-то я затупил. Так, блин, на уровне мастер играю. С вертухана попадают в прыжке, блин, в полете с разворотом на 360 градусов. Давайте. Прощения просим. Пацаны. Пардон. Немножко не так пошел. Здесь раз нас не спалят раньше времени. Опять уже обеспокоены. Пол, что-то запалили. Сейчас мы в армии стих. Чего-то не видно. Ёп! Какие-то не живущие, я не знаю. Сидите. Блять, пидор. Себе оставь. Да, подгонял нас чуток. И стрелки здесь довольно-таки тяжелые. Твоих товарищей спасти. Ладно, я думаю, уже можно лутать их. Так, там один какой-то недобиток остался. Чего ты не перезарядил? Сейчас еще одну поймаешь. Тыранули меня, пацаны! Так собаку. Тыранули меня, пацаны. Ничего, а все унесем. А! Да. Всем спасибо, все свободны. Так, давай-ка самый хреновый прокрасываем. Баллы. Я даже не знаю. Это выбросим. Так, ну это вообще в хреновом состоянии. Сколько ППШ лежит? Что с тобой, дорогой? Браток. Они будут трогать братков, они походу. Пришли, вплеглись. Защитили. Я не помню. Салкер. Кровьей. Я не понимаю, что с картой. Потом настроите ее. Что-то типа выкидывайте ее. Давай тебя выкину. Нам же, нашим легче, да? Если сравнить их. Сравнить, походу, не получится, да? Вот это мы продать не сможем. Это продать не сможем. 46 килограммов у нас. Что у нас так весит много? Давайте тушеночки захаваем. Хлебушка, колбаски. Что это? Пиво? Кивчанский. Кивчелу. Это водка. Простаемся. Простаемся. Ящик сложим. Хотя лучше все это дело продать. Пашик. Пусть калашик так быстро, блин, портится. Понимаю, там всякое загрязнение, но... Может достать там... Шомпола, не знаю, прочистить дулы. Знаешь, найти торговцу, блин. Чинить его еще за 200 рублей. Ты же понимаешь, что это не особо дорого, но... Пару евро. Сколько там сейчас рубль стоит? Систе, я не знаю. Идеально здесь курс ли? Правильно идем, да? Лишь я правильно. Чтобы я еще неправильно шел. Дорожаешь. Входи, блин, ничего не нужного у нас нету, блин. 46 килограммов. Так, ну давайте сдаем квест. Чего расскажешь? Так, трупы у нас косареном отвалил. Вот беда, что ж поделать. Подпримем вознаграждение. Спасибо. Чего-то он тоже не хочет. Давайте сюда починим, посмотрим, сколько оно вообще... То есть будет. И имеется ли смысл вообще чинить. Так, стоимость продажи. Так, давайте сохранимся. 500 с хером, короче, ремонт стоит. 5 523 губля. Так, починили. Чинили за 523 губля. А за сколько мы подадим? За 1586. Да, смысл чинить есть. Привет, брат! Ай, ё-моё. Что делать? Пойду на бабу. Сысл чинить есть. 586. 663. Да? Немного, но, блин, тоже приятно. Про деньги. Так, что ты нам можешь предложить? У нас же шлем как бы идет в комплекте, да? Мы же не можем его нацепить просто. Соли у нас есть. 6000 стальной шлем. Хватит, знаешь что? Еще раз сохранимся. Смотрим, можно ли шлем нацепить сейчас на голову. Банально. 6000. Пси-защита и броня. Защита, пси-защита, радиозащита. Что за шлем такой? Шлем-маг. Гранаты типа забирай. Думаю, мне больше четырех не потребуется. Военный, 33 тысячи. Блядь, вот военный я хочу себе. Стрика-саря. Давайте пока покопим. Смотри, стрика-саря. Возьмем какое-нибудь еще задание у него. Еще раз сохранюсь. Что-то там, пока документы говорил. Мне нужно какие-то бумаги. Я даже сам хотел тебе эту работу предложить. Тут вот какое дело. Мы хотим сделавшие входы в путепровод Припять-1 найти. Только представь, как путь от Юпитера до Припяти сократится. Но у нас нет чертежей этого подземелья. Вот если бы он был, то мы бы быстро нашли вход. Так вот, таких чертежей в зоне много. Но мне нужен один. Я думаю, что такие вещи, скорее всего, можно искать. Да вот, примерно хоть КБО юбилейный. Если найдешь день, деньгами не обижу. Хорошо. Сходим. Сходим. Я не спешу никуда. Надеюсь, вы тоже не спешите. Мне нравится такая модификация. Она вообще отличная. И вот КБО юбилейный. Так очень нам. Ясно. По улице так вот. Шух-шух. Пойдем. Так, а наш ствол мы починили. Нормально, в чем. В гремлевом состоянии. Вот там уже воюют. Пацаны. Ладно, сейчас разберемся. Может, затаримся еще немного. Все. Так, а пацаны? Пацанов уже завалить успели. Ну, не сирчайте. Поздал взять все. Не слушается меня. Ой, блин, хитрый. Хитро выдуманный. Стволы будем таскать. Это, блин, все. Что требуется нам. Входим сейчас в КБО юбилейный. В общем, можем и там пойти. Не думаю, что не исчезну тут. Так, я слышал, где-то тут хавососа. Вот и все. Нету нашего хавососа. Сохранимся. Тих, тихим ходом, год за годом, идем в КБО юбилейный. Через агросли. Опа. Что ж ты не мрешь-то? Вообще, походу, не всосал ситуацию. Входи с этой губкой бандитов, кто-то подогрелись. Ой, ребята. Как же это все унесу? Давайте, знаешь, что? Давайте всяких пакушаний собирать. Стволы в хреновом состоянии тоже. О-о-о. Здесь наемники еще сидят, да? Куда тут направо надо, да? Можем тут с ними воевать будем с этими наемниками. Осторожно будем воевать. Примерно так. Смотрите, сами-то мне поубивайтесь. Ганатами. Нас валят. Осторожно и аккуратно. О-о-о. Стоит не забывать, какая это модификация. Далеко ходит. Слушаю, как его лапы свои. Вставим. Ладно, сохранимся. Ёп твою... Типа яйца. Типа яйца. Чёп. Фонский городовой. Патроны дашь? Патроны даст. Спасибо. Здесь никто не спустится. Здесь обыскать стоит. С таким перевесом ходим. Аккуратненько по одному, но мы их вырежем, да? Ты, блять, говно. Сейчас я вам потягиваю, блять. Сейчас вы мне оттянетесь. Кстати. Эногмальные ганаты сюда. Калашников свой. С глушителем нет. Мне чем-то больше нравится. Вяжем такой. Ты, блять, говно. За стену у нас все равно достал. Видите, почему здесь надо быть осторожным? Советского Информбюро. Значит, я заговорился. Потерял бдительность. Блин, так в этом же сам весь интерес. Ехо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сумасшедшие. Ну, поехали, парни. Поехали. По одному. Веселее, веселее, ты мне. Веселее, по одному давайте. Сейчас же в спину зайду. На каком этаже уже? Наверное, на третьем. Хеп. Хапунский. Вмеж не надо. Винтуемся. Отдаются шансы. Пожрем все-таки. Не попал. А, ты сдох? Теперь да. По аптечке там. Давай все сюда. А я тоже умею ганатами швыряться. Опять сюда сами идут. Один, походу, пидора слева сидит. Вот как знал. Вот как знал. Упс. Чуть не попали. Так, в сортире можно дыхание перевести. Так, походу, я тебя ганатой снял, да? Думаю, водку забирать не будем. Дали документы, теперь можно свалить. Честь ли? Пожрем еду немного. Хорошо. Надеюсь, это все в гости нашей сегодняшней программы. Чёп. Кто там сверху еще кто-то остался? Давайте уже завершим начатое, что ли. Кто там никого нет? В любом случае за ними уже не пойду. Хотя чё ж так жизнь раскорячила? Пидор. Видите, здесь так взять на мужика, блин, в экзокостюме, это сложно. Очень живучие падлы. Очень. Такого только в голову бить. За всю жизнь запомнил. Давайте гранат нормальных возьмем, птичку хорошую. И автомат спец его. В отличном состоянии, кстати. Шо я вот так? Шнайми-то. Мне бы интересно найти автомат, потому что там у кого-то был с глушителем. Все равно кто-то отстреливается еще. Не у тебя с глушителем, нет? У тебя. Все, давайте сваливать отсюда. Вот это. Жрачка эта хорошая. Ой, энергетик. Энергетик, спасибо. Документы мы уже все собрали. Так, давай бинтик сюда. Бинтик-шпунтик. Тру-ля-ля. Там один остался какой-то. В чумыре. И фиг с ним, да? И так тут. Брали. Фиг с лабораторию. Нет. Давайте сначала отнесем все это. Нет, нет, сначала в лабораторию уже сходим. Так уж и быть. Нет, пойдемте сначала отнесем все это дело. Уже аж не выдержу столько идти. Нам сюда теперь. 14. 54. Что ж ты устаешь как курла? Давай пожрём, чтоб тебе легче было. Открепление это всегда полезно. Я всегда так говорил. Сохранимся. Отдание получим. Шлем нормальный возьмем. Уже. Лаборатория целая. Ты чё? Просто совсем не хочется проходить эту модификацию. Так, спешьте. К ing VMware, нам органа суворовfamily데. К horas и дискаримinations. Хочу ры top 10. Так, аж. ется по поводу свободу. Что там валяется? Интересно. А, мертвые собаки? По поводу я пострелил. Танк. Ууууууууууууу, Что, приятель твой где? У меня еще и есть один из пуль. Так, ну что, еще дотащим. Ты его ствол взял. Ставь себе, приятель. До радиации мы немного цепанули. Не так критично. Кажется. О, кстати, у меня же, блин, вот ли, блин, 7 бутылок. О, сейчас колбаска это все заточу. Дело. Ошибись. Хорошо живем. Дело, дело, гуляй смело, да. Сохранимся уже, так уж и быть. Побежим потом туда налегке. Так. Нас забирай это. Нас забирай. СО отсоединить как-нибудь можно? Крин с ним. Не, просто я помню, что нельзя вроде как можно. Нельзя было. Так, ну есть одно дельце. Короче, мы с парнями нашли сломанную гаусс-пушку. Ну как, куда, там что. В общем, нам нужна некая инструкция. Если найдешь деньгами, не обижу. Искать придется в старом КБО. Ладно, мы как раз заодно туда идем. Тепровод. Сколько? Восемь тысяч. Я там целую армию наемников перебил, а ты мне восемь тысяч суешь. Мне как-то ты не сбалансировано мне это дал. Совсем не сбалансировано. Держи калаши. Держи гранаты хреновые. ГД-5, по-моему. Знаете, Человек-Троль, ну рассказывай, есть внимание. Давай-ка почини калашникову, мы сейчас его отдадим за нормальную цену. Ну рассказывай, я весь внимание. 35 косарей. Так, сохраняемся, берем шлемак, смотрим, можно ли его нацепить. На голове я не нашу дурную. Военный шлемак. Этот. Все, во. Какая тема. Вес 49 килограммов. Что у нас так много? А, забирай воду. Патронов нам столько, я думаю, не надо. Да, ну хватит, блин, 200 патронов. Сейчас наберем же этих патронов как-то. 35 килограммов. Что нам еще не надо? На тушенку забирай. Все равно еды сейчас залутаем очень много. Аптечки я оставлю себе, пожалуй. Гранат 3 штуки я оставлю себе. 33 килограмма, отлично. Все. Косов больше не имею. Сохраняемся. Ну, привет. Ладно, пойдемте, может, по основному квесту. Посмотрим, может, у нас что-нибудь есть еще в скобыло? В инструментах, приборах. Приборах говоришь. Ну, собственно, один нам нужен. Наш человек раздобыл гаусс-пушку, но она смертельно побеждена. Ладно, поищем. По нами разберусь. Между нами, говоря, есть только лишние. И, короче, сталкеры, ходя мимо детского сада, у них начала кипеть голова. Кремль не требуется. Нужно узнать, что и по возможности обеззреть источник. Ну, разберемся. Если поберем сначала задание у этого пацана. Посмотрим, что у нас ближе всего. Ну, сходим, мутатов зачистим. Бегаем теленормально хотя бы. Не сот тысяч лет. А, вот вы где. Тихо! Приятель. Ну, с кабанами разобходись. Сейчас теперь кровь идет. Не беда, перебинтуемся. Ну, что ж вы там спавнитесь так часто? Ребят, вы бессмертны, что ли? А, бессмертны. Зато я нет. Нахрен они мне сдались. Я их уже, блин, четвертый раз убиваю. Вместе. Куда мне надо? Вообще, в принципе. Давайте его найдем. В любом случае, из бандюганов идти надо. Сам халай в гранату. Прости. Ты меня искал. Если нужно что, спрашивай у главного. Где твой главный? Парни, не расслабляемся. Так ты мне и нужен. Ты где? Старый. Тихо! Еще немного подождем. Давай сходим зачистим. Тафалк, ты мне, блин, нужен. Да, вот. Да, отверг вольфа. Дай поясню ситуацию. Угу. Так вот. В этом здании есть какая-то хрень. Короче, обезвредить его. Мозги давят. Почему я? Потому что мне платят. Все. Пойдемте. Хрень уничтожать. То есть, на деблинку же дверь она уже, сколько ей лет. Сгнила вся. Чем он булю не послал. Некоторые мозги дают. Иди сюда, блин. Все. Блядь, ты посмотри на него. Источник радиопомех. Понимаю, это вниз надо, да? Детский, мать его, садик. А, помним. Помним, помним. Не, мне надо, пожалуйста, ганату. Так, значит, да? Не хочет по-хорошему. Пидор. От Советского Информбюро. 9... 9 мая... 44... Ох... Силами Советской Армии... Так, а у нас бронебоины или какие заряжены? 52, что-то. 69. Что за 69? Что за 52? Ладно. Важно. Давайте бронебойные зарядим. Всякие ПБ. Меня не трогать, я сумасшедший. У меня справка есть. Да, нам, походу, одного магазина не хватило. Важно. Как-то уже набежали, я не пойму. Вижу врага. Важно. Вот так вот это делается. Ах... Мастер. Дай сюда свой АКМ. Я его оставлю как трофейный. Так. Отлично. Валили. Оф. А, мастер, короче, так и сохранился. Короче, их прошел на мастере. Так. Разряжаем все это. Дело. Дело в тело. Сила духа. Законяемся. Я думаю, сейчас в любом случае нужно на базу сходить. Сдать, короче, мутантов и это основной крест. Так. ПДА. Казеты. Это прачечный. Смотрите, он где у нас достаточно не быстро заканчивается. В шлемак они так и не попали. Новенький. Ну и хорошо. Хорош водку бухать. Задание. Боевое. Так. Один с лодкой. В принципе, даже и удобнее. Калашик мы починим. Время дорого. Рассказывай. Время дорого. Рассказывай. На тебе. Калашик, короче, твои любимые, как ты любишь. Гранат побольше. Пахавайтесь, я сам оставлю. Так. Что тут творилось? Я выстрел и слышал, что случилось. Я нашел, уничтожил причину помех в детском саду. И после этого я потерял сознание и очнулся в тоннеле, что рядом с прачечной. Там меня ждали монолитовцы. Что тут происходит? Ну и дела. Явно не все гладко. Значит так. Вот твоя награда. И извини, что так получилось. Если что, я могу у тебя положиться. Тут явно что-то нечисто. Конечно, нечисто. Короче, давай, я убил кабанов. Пять триста. За общежитием живут псевдо-псы, пока их там не очень много. Короче, ладно, еще их подрежем по дороге. Атефактами не особо хочу бегать. Так, у нас есть 48 косарей. Оборудование. Можем, допустим, подствольник. Зарядок подствольник. Есть у нас? Интересно. О! Давай сюда. Пушитель, это всегда хорошо. Так, сколько это стоит? Давай. Так. Так. Все, меняемся. Чибирбык. Чибирбык. Ошибись. Офигенно. Как там, там, позиции МВ? Это режим огня? Оружие опусти, мужик. Так. С речками, с бинтами у нас все в порядке. Ладно. Что там по заданию еще имеется? Найти прибор. Псевдо-собак. Давайте найдем прибор. Короче, после прибора мы пойдем убивать псевдо-собак. Чибирбык. Так, опции. Так. Подступим. Лен, пойми. Сигнал помощи. Где он там? Сигнал помощи. Купать, ребят, вы серьезно? Что-то полдня идти. Не, ну я схожу, конечно же, если успею. Чистю карту шагать. Ай, короче, сами справятся. Сосами. 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 Очень нечистыми тварями. Папу. Ладно уже. Эй, паски за хавуза. Попроще будет. По крайней мере совесть была чиста, да? Извините, не могу я быстрее. Ну, заодно возьмем документ. Попроще, да? Раз, недалеко. Извиняюсь, ошибся. Был неправ. Себе оставь. Чебурек, блин. Димонку мне. Чебирбосина еще назвал. Ох, нехорошо. Так, сигнал СОС у нас тут. Прощение просим. Там уже заболтаем. Что-то аномалии нету, ни хрена. Прошу заметить. Так, и что? Солитовцы. Оно, мать его, элитовцы. Какие-нибудь хрена поводили там. Так. Не поспел я. Смысл тогда помогать уже? Это шо шоос? Метаешь как? Как чебирбек. Проблема. Пацанщики лежат ровные. Так. Давай сюда бронебойных своих. Ставь себе Калашникова ровняный. Так, сталкачок. Сталкер. Тя есть? Ни хрена у тебя нету. Чтоб не с пустыми руками. Разглядим это дело. Патронов нам пока вдоволь хватает. Вдоволь дается. Так. Куда пошел я? Можно сохраниться. Прочее найти документы секретных разработок. Ёп! Шо это было? Так. Живность в порядке. И бля. Сохранюсь-ка я. Собаки вылетают с окон. Нельзя открыть с этой стороны. Воу-воу-воу. Нахрен. Гадишь. Че, и тут она маля. Скажем, дружно нафиг нужно, да? Крен я сохранился. Ну ладно. Ты понимаешь, нам на второй этаж идти надо, да? Сортиры, блин. Комната для сортиров. Мать Тереза. Пущади сына своего. Так. Хватит радиацию. Оп. Непонятное вообще место. А, ясно. Ясно, понятно. От советского ин... Так, ну. Если мы сюда пришли, значит можно отсюда и уйти, да? Я думаю, лучше сейчас нам болт взять. Не, не свой болт, а вот этот болт. Мать вашу женщину. Че из-за... Помешканья. Куда-то пришли. О, на второй этаж выход. Я чувствую, мы так же через окно тоже будем выходить. Наверное. Так, где-то. Где-то тут. Помню, не где-то. А, где-то вот тут. Документы. Ладно. Сваливаем отсюда. Че-то мне кажется, что здесь какой-то контролер должен сидеть. Красный. Красный. О. Чебирбык. Колян, вали гадов. От советского ин... Ща я вас тут завалюся. Ой, блядь. Колян, вали гадов. Вали гадов, Колян. Бля. Упс. Понял. Был неправ. Давай шу аптечку шо-ли. Жалко шоу. Мне не жалко. Если быстенько сходим сюда, возьмем это все дело. Короче, будем отсюда выбираться. Сейчас, главное, пацанов ровных не нарваться. Блядь, хитрые какие. Ого, ого. Блядь, даже непонятно, откуда выстрелили. Ладно, просто уходим отсюда. Какие-то, блин, мастера, блин, там, видят через кусты, блин. Понятно. Эх. Че, а ща разберемся. Документы взяли. Документы. И другу своему передай. Чебе, бэнь. А где ты, родной? Блядь, че за подлагивание. О! Приятель, знал бы я где-то. Ну, так уж и быть. Подожди, у меня че, ганат нету? Извини, приятель, не твой день. Мне тебе, конечно, очень жаль. Ой. Все нормально. Не очкуйте пацаны. Пацаны с рисовали меня. Так, туда. А туда. Чего, шуруем. Мирно и спокойно. Кони трогаем. Так, вот. Нормально. Че-то, блин, не знаю. Мышка ворочилась вот так вот. Так, здесь, надеюсь, товарищей, господов хороших не будет. Господей. Господ хороших. Что это за интересное место такое? Так, Анжелея, что ли? Никогда не был здесь, кстати. Не в оригинальной стал, тогда. Ничего. Прикольно. Так, ну, дойдем сейчас, дойдем. Собственно. Собственной персоной. А вы посмотрите, кто к нам калюшит. Плес оттащит. Катит. Химху. В смысле от этой радиации, блин, нам даже ничего не снимает. Правильно идем, да? Правильно. Здесь выйдем. Нет, конечно же, на максимальной, на строгих графиках, это игра просто великолепно. Ну, стыд, заросли-то. Силу тебя не видно. Все, наконец-то мы дошли. Можно сохраниться. Поздадим сейчас квест. Рассказывай. Еще важный. В нем вылится о неком куполе. Всем, кто меня слышит, выброс. Выброс, вот-вот начнется. Срочно ищите надежное убежище. Так, тут описан принцип работы изделия 62. Вот именно что. То, что требовалось. Теперь, надеюсь, мы разберемся с этой пятой гаусовкой. Гаусовкой. Вот твои деньги. Так, сколько у нас теперь денег? 20 тысяч. Мать его, 20 тысяч. 7 тысяч. Документы. Чувак, сколько ты вообще ничего платить не будешь? Серьезно, блин. Сколько вообще ничего платить не будут? Починим стволы. Дадим их потом. Шлем нам все-таки угодили разом. Почти их проводить, блин. Так, работаю. Что-то я хотел. По-моему, я хотел улучшить себя что-то. Костюм. Кошение удара, давай. Без бронежилета. Бля, давайте без бронежилета. У нас все это проблемы с весом. Обычную непронебойную пулу. Прикасательно попадание. И превратить ее в лепешку при... Самых надежных защит. Давайте, блин, титановую пластину. Прочность костюма. Естественно. День их у нас пока хватает. Термозащита. Восстановление сил. Хватит восстановление сил. Защита. Ну, в другом порядке. Уживление ран даже есть. Бля, переносили его вес еще на 10 килограммов. 300 контейнеров 2. Замечательно. так еще восстановление сил пнв все защиты или пнв и защита марка 4 эти все защиту сразу по смысл было пнв ставить о третьего поколения ради защиты щита пти защита донести гранирующего покрытия эти птица щит это естественно сиденье посрали дело же бай бай сохраняемся а на этом я думаю мы серию пока закончим я думаю в следующей серии можете пройти окончательно модификацию что спасибо что смотрели вам был зазепа поставьте лайк хотя бы в честь 2 мая чистой модификации